С воскресным днём, Игнатий Тихонович! С воскресным днём, спасибо! Рад вас слышать и видеть! Ну что там, ответы какие из этого? Как вы собираетесь? Пока ответов никаких нету, просто переписка идёт. Ну вот, да, это получается практически как пророк Иона. К Ниневею, в Ниневею. Вот, помоги Господи, конечно. Конечно, страшно мне за вас, в том смысле, что как мы ещё тогда больше увидимся, услышимся, откуда черпать будем мудрые советы по священному Писанию. Вот, как бы, это жалко. Потому что, ну не знаю, кто бы решился, конечно. А подвиг величайший, а кто расскажет о Христе этим людям? Ну никто не решится, вот в этом отношении. Да, подвиг величайший вы взяли на себя. А вы один или с братьями? Разрешено будет. У меня просятся ещё один со мной. Ну помоги Господи. А кто Игорь или Алексей этот, Володя? Нет, вы его увидите, Михаил Кальмаев. А? Из Тимиртау, Новокузнецкая, Кемеровской области. Вот. Понятно. Ну выложите, да, в ролике. Ну я, не знаю, я боюсь. Я молюсь за то, чтобы Господь вас сохранил для нас. Не потому, что это самое, а чисто из-за эгоизма. Из-за того, что хочу видеть вас на служении в Церкви Божьей. Вот здесь. Я сам это понимаю. Но когда я молюсь, я пред собой представляю. Вот те, которые воюют, этот называемый ИГИЛ. Такая грозная сила идёт. И знают только, как бороться с ними, то есть уничтожать, убивать. Но мы же христиане. У нас есть другой способ. Чтобы человек познал Бога. А он не познает. Почему мы так думаем? Тогда обращение будет через год, через другое время. Главное, чтобы семя было посеяно. И живая молитва, и живая молитва должна быть где-то рядом. Чтобы они видели. Ну да, да, да. Должна быть молитва. Но главное, чтобы начали слушать. Потому что здесь не просто так очень. Они здесь, вот как в Ханаан, когда вводил Господь Иисуса на вина. Истреби всех до последнего колена. Я, конечно, нет, не против. Что младенцев, что они младенцев, пятилетних учат убивать, это, конечно, и вот это безбожие всё, страшное безбожие. Вот. И как им это? Только, ну, должна быть сила такая, как у вас, сила духа. Помоги Господи. Потому что ни у кого на земле вряд ли найдётся такое вот силище, чтобы пойти и проповедовать. Даже вот праукниона, ну, помоги Господи, он убегал. Вот был послан в Ниневи. Он испугался. Потому что безбожные там убьют. А вам помоги, Господи. Вот. Спаси, Господи, вас, Игнатий Тихонович, за ваше это. Вот. Прошу молитв. Сам буду по возможности молиться, если получится. Сейчас, пока мы ждём, заказные письма, отправленные президенту Путину и патриарху Кириллу. Да, видел я всё, видел. Как отправляли, видел, и вашу речь видел, и там уже на арабском, там, я слежу в этом деле. Да, уже пытаются установить связь с руководством ИГИЛа. Да, по-моему, Господи. Потому что, если разрешение будет дано, проходить надо свою границу, Турцию, из Турции только через Грузию. А из Грузии в Турцию. А в Турции даже там их, кто-то, чтобы дальше уже вели они, где этот коридор, который для них проход. Так, а самолётом сразу в Турцию не получится прилететь? Зачем через Грузию там выдумывать-то? Самолёты-то летают в Турции пока ещё. Ну, так вот, можно и договориться. Ну, вот. Из Турции, а там уже это самое, если договорённость будет. Там должны договориться, чтобы встречались с их стороны. По-другому никак нельзя. Да, конечно, нельзя. Иначе как? Иначе как террориста, ну, то есть, заберут и скажут, что за разбойник лезет там, с какими целями. Ну, я показываю, по всем признакам, я подхожу к этому. Это возраст. Моё к ним отношение. Их отношение ко мне везде мусульман. Знание Корана. То, что я не нарушаю ни одного правила их. Ни в питании, ни в чём. Это всё говорит о том, что, ну, просто трудно найти другую кандидатуру такую. Ну, решили Господь. Главное, чтобы укрепил Господь и отверст уши у слушающих. Отверст уши. Потому что закончится тем, что как только у кого-то отверстся уши, то те, которые стоят, ну, самые злодеи, которые не могут уже слышать, не воспринимать, те убьют. Прости, Господи. Те терпеть не будут. У них всё. Эти да. Но хоть кому-то как-то посеять Слово Божие. У меня, конечно, такой ни силы нет, ни мужества, ничего такого нет, чтобы, конечно, пойти. Да и дара нет такого. И дара нет. Вот. Я, конечно, такой... Я насчитывал «Жития святых» 12 томов Дмитрия Ростовского. И мне очень хорошо, и оно известно. Поэтому, когда мы в деревне регистрировали нашу общину, то назвали её, попросили, чтобы зарегистрировали в Синоде, «Община святого Анфима Некомедийского». Анфима. Ну, да, да. Единственный епископ, который возвёл всю общину, 32 тысячи было, человек на небо. Никто не вышел из храма. Ну, в Рождество язычки сожгли, я знаю. Да. И дальше. А лагерь мы попросили, чтобы зарегистрировали во имя святого Климента Анкирского. Первый был в 302 году, а этот в 312, уже перед самым Константином Великим. Больше его в мировой истории никто не страдал. 29 лет провёл в тюрьме, всё время мучимый. У него, говорит, не было ни одного участка тела, ему принадлежащего. Только то, что заново наросло. Спасибо, Господи, да, Бог. Его насаживали на пики, на мечи. Один человек в мире только перенёс такие страдания. Поэтому, ну, примеры-то нам оставлены. А уж как Бог даст? Мученик Христов, да. Помоги, Господи. Помоги, Господи, да. Сама по себе попытка уже говорит, что когда придёт время, обстановка изменится, скажет, почему никто этим способом не воспользовался. Мы оставим пример, чтобы пользоваться пытались, но не были допущены. Апостол Павел попытался идти, его Дух Святой допустил дважды. Ну, или так. Или Дух Святой не допустит, тогда это уже, они действительно предназначены для уничтожения. Или потом уже, когда, чтобы не было вообще уже у них, скажут, было вам послано два свидетеля. Вот, или там, ну, неважно сколько. Два свидетеля. И вы их не послушали, как вы поступили. И уже всё, там уже оправданий не будет никаких. Да. Вот. В этом отношении. Ну, помоги, Господи. Рад был вас слышать. Я так, у меня особо-то никаких вопросов нет. Ну, хотелось бы повидаться, как бы не последний раз уже. Вот. Прошу молитв ваших, загрешного Сергия. Вот. Всю Господу. Я тоже всех вас вспомню. Никиту, Владимира, Сергия. Вот. Всех воспоминаю. Всех братьев. Володя. И вам помоги Христосу. Владимира, да. Я его называю Владимир. Ну, это Володя. А вот Никита, вот он, рядом. Он снимает. Я знаю эту всю братью, там, самую основную банду-то. Сергей, там, Никита и Володя. Это самая основная, там, организация. Спасибо, Господи. Вот. Ну, вот так. Ну, что, ладно. Простите меня, где чем оскорбил, если потому что... Ничем не оскорбили. Прощаю. Если ответ будет, мне придется срочно вылетать в Москву. Ну, вот. Меня простите. Простите. Я ничего не имею. Вообще, у меня никого нет, кого бы я прощал. У меня вообще... За всех молюсь. Сердце ни на кого не держу. Ни на врагов, ни на хулителей, ни на кого. Да, и хулить, это так, это, листва под ногами. Она, ветер дунул. То, что нам это... Хулить, что им делать нечего, молодежь. Им это... Делать нечего, там, ну, свои, там, страсти. Это пройдет, там, и, как это, ничего не будет. Ну, правда, этот Виктор уже, как его с Куратовский, я его увидел. Он не молодой. Я его думаю, кто такой? А, было, это самое, диспут, там, баптисты, один православный священник, раввин сидит, заседает во главе, это, ведет передачу, Скуратовский, и, там, один баптист, два православных, Скуратовский, это православный, обратившийся, и раввин. Я видел, я видел это, видел. С одной стороны, американский флаг, с другой стороны, и израильский флаг, и, там, это, сидят братья. Ну, я даже, смотрите, там, чуть-чуть скучно и, в общем, не очень интересно. Ну, я увидел, что кто такой Скуратовский, и все, в этом отношении. Ну, уже не молодой, моих лет, может быть, даже постарше, чуть-чуть, там, год-два, туда-сюда. Вот, ну, я думаю, что там свои, приведи, Господи, его тоже к покаянию дворами, там, и все, чтобы Священное Писание возлюбил, чистое словесное молоко. Да. И все, вот там, вот такое дело. Ну, хорошо, с Богом. Я... Да, у вас еще нет больше? Я люблю вот это, вот, у меня много, вот, Священное Писание, сейчас очень много, хорошо, вот, Киевско-Печерская Лавра, и много начитали Священное Писание. Я включаю аудио, слушаю, и, когда там, какие переводы бывают по цитаты из Библии, и у меня здесь вот тоже вот на русском Библии, на иврите, на церковнославянском, и я сверяю тексты, там, и слушаю, сверяю тексты, работаю так. Вот, ну, такая вот работа. Спасибо, Господи. Хорошее дело. Где что? А это говорит, читает, оно, хорошая дикция, хорошо читает, вразумительно все, там, ну, вот это как бы. И я слушаю, а сам слежу за текстами, и вот такие вещи, потихонечку. Хорошо. Ну, спаси, Господи, до свидания. Бог, до свидания, благодарю, что пришли. Спаси, Христос, молитесь. Слава Богу, да. Копа. Слава Богу, да. Продолжение следует...